Всем привет! В предыдущих выпусках я рассказал о фонарях, которыми пользуюсь при исследовании подземных и заброшенных мест, а также об экипировке, которая нужна при посещении гидротехнических сооружений и затопленных мест. А сейчас речь пойдет об альпинистском и другом специализированном снаряжении, которое позволяет попадать в различные труднодоступные места. О чем еще я хочу рассказать, что я использую в своих поласках и что иногда позволяет попадать в места, практически недоступные для людей, которые не пользуются этими средствами, это альп-снаряга. На самом деле, достаточно часто сталкиваешься с такими коллекторами, с такими местами, где есть проблемы со спуском. То есть, отсутствуют лестницы или лестницы ржавые, или это какой-то суперинтересный объект типа заброшенного коллайдера, где спуск производится. Очень, скажем так, очень многие ходили с использованием снаряги через вентиляционные стволы. Ну и еще масса мест, где без снаряги, альп-снаряги невозможно спуститься вниз. Что я хочу сказать сразу. Я не считаю себя специалистом по работе со снарягой. Я сам как бы учусь всем тонкостям. Я не хочу давать никаких рекомендаций по этому поводу. Я просто быстро, кратко расскажу о том наборе альп-снаряжения, которое я использую. И попробую коротко сказать, почему именно такой набор. Значит, еще раз говорю, что я не буду удаваться подробности, именно связанные с тонкостями. Почему веревка статическая, а не динамическая и так далее. Как пользоваться теми или иными инструментами, средствами с снарягой. А просто расскажу именно, чем я пользуюсь. Итак, я в своих поласках использую веревку статическую, статику. Значит, на данный момент коломна. Производственное объединение коломна. Это самый бюджетный вариант. Стоимость порядка 40 рублей за метр. И я купил себе сейчас очень мягкую, хорошую веревку Тенден Лана. Точнее, мне ее подарили. Стоимость такой веревки что-то порядка 75-85 рублей за метр. Сразу скажу, кто хочет сэкономить на веревке. Разница при спуске и особенно при подъеме на хорошие веревки и на бюджетные веревки. Весьма ощутима, весьма при спуске или при подъеме ты чувствуешь разницу. Весьма ощутима разница. Так, значит... Вот это вот страховочная система. Страховочную систему я использую фирмой Singel Rock. Или так называемая... Называют ее еще обвязка, беседка. Я ее недавно приобрел. До этого я пользовался обвязками. Обвязкой, точнее, вертикалевской, по-моему. Не буду врать. У меня она досталась от напарника. Мне он разрешил ей пользоваться. Вот так вот выглядит Singel Rock обвязка. Она очень мягкая, очень легкая. В общем, очень приятная штука. Дальше. Здесь у меня жумар. То есть это устройство, с помощью которого поднимается по веревке. Жумар сразу с педалью. Ну, кто знает, что такое жумар, для чего он нужен. Значит, он в курсе, для чего нужна педаль. Жумар и педаль вентовские. Кто не знает, то, соответственно, если вдруг задумаетесь о приобретении снаряги, то погуглите, поинтересуйтесь, что это такое. Вот. Как я сказал, жумар и педаль вентовские. Бюджетный вариант. Жумар я брал за полторы тысячи. Педаль мне подарили. Но, по-моему, стоимость педали порядка трехсот с чем-то рублей. Отдельный разговор пойдет о карабинах. Значит, спусковое устройство. Вот такое вот чудо. Называется оно галчонок. Вертикаль галчонок. Работает оно корректно только на хороших мягких веревках. То есть мы однажды попали в такую ситуацию, что мы на этом галчонке, мы тогда его и прозвали галчонок, мы спустились в подземку на веревке коломна старой, которая тысячу раз мокла в воде, дубовой, и не смогли на этом галчонке подняться. То есть, в принципе, это спусковое устройство, оно не рассчитано для подъема. Вот так поднимаемся. Не покупайте вертикаль. Не покупайте вертикаль. Застряли в этой дыре. Единственный способ только через это. Но в иной ситуации им можно пользоваться и для подъема. Как оказалось, когда я приобрел хорошую веревку тенденлана, вот этот вот галчонок великолепно на ней работает и на подъем в том числе. А галчонок-то работает. Ну, на нормальной веревке. Одно удовольствие, слушай. Не хуже, чем гришка. Вот это вот старая обвязка. Я врал не вертикальевская, а вентовская. Это очень бюджетный вариант. Значит, такая обвязка стоит сейчас порядка что-то от 500 до 900 рублей, по-моему. Врать не буду, но специалисты ее называют яйцерезкой. Ну, как вариант, тоже вполне нормально. Уже неоднократно на ней поднимался, спускался. Значит, после фейла с галчонком я приобрел фирмы Пецель Кроль. Устройство для подъема. Это называется зажим Кроль. Это устройство для подъема. Сразу хочу сказать, что подъем на нем по веревке очень-очень комфортный. Намного быстрее, чем на галчонке или же даже на гри-гри. Намного комфортнее. Вот я поднимался здесь в одной шахте 20 с чем-то метров буквально за чуть больше пяти минут, по-моему. Кролю необходима еще вот такая штука. Называется это поддержка кроля. То есть, кроль он используется либо с верхней обвязкой, то есть, когда у вас полная обвязка, когда не только у вас на бедрах обвязка, страховочное устройство, но и на плечах. Если вы пользуетесь нижней обвязкой, то, соответственно, вот для использования кроля нужна еще вот такая вот штука, поддержка кроля. В принципе, ее, кстати, можно совсем бюджетный вариант, ее даже из репшнура можно сделать. Ну, я вот такую приобрел. 300 с чем-то рублей, по-моему. Вот. И страховочная петля бывает нужна иногда для организации станции, иногда для самостраховки. В общем, штука нужная. Я брал, по-моему, за 350 рублей самый дешевый вариант. 60 сантиметровую. Лучше брать, наверное, 80 сантиметровую. По советам опытных товарищей. Вот. Ну, в принципе, как бы вот... Слава Богу, именно свое прямое назначение, как страховочная, как страховка, она мне пока еще ни разу не пригодилась, но работай спокойнее. Вот. Ну и теперь, как я говорил, карабины отдельная тема. Соответственно, карабины лучше брать либо овальные, либо трапеция. Карабины только альпинистские, то есть строительные карабины не подходят ни в коем случае, потому что они не сертифицированы, они не проходили тесты, они не проверялись. Специальные тесты не проводились, которые проходят все альпинистские карабины. Вот. А дальше уже дело вкуса. На ваш вкус и цвет, как говорится. Ну и самое главное, на ваш кошелек. Вот. Но в среднем новые карабины, легкие, хорошие, легкосплавные, скажем, вента, пропец или я не говорю, можно взять там порядка 500-700 рублей за штуку, а бэушные можно там порядка 250-550, может быть, рублей. Вот. Порядок цен примерно такой. Сразу покажу еще несколько девайсов, которые мне достаточно часто приходится использовать в своих поласках. Итак, альтернатива альпинистской снаряне. Не буду сейчас доставать. Веревочная лестница. Сразу скажу минусы по сравнению с использованием снаряги. Это, во-первых, ограниченная длина. При использовании альпинистской снаряги вы ограничены только длиной веревки, а веревки можно купить и 50, и 70, и 100, и более метров. Веревку можно связать и перестегнуться. В общем, вариантов масса. А вот веревочная лестница, как вы понимаете, вы ограничены в длине веревочной лестницы. И плюс немалый вес. Но если вам нужно спуститься, например, просто в какой-то колодец, где отсутствует или убита лестница, то вариант с 3-5 метровой веревочной лестницы очень даже удобный. нету необходимости вязать снарягу, тратить на это время. Опять же, как я сказал, что я в основном на поласке, на объекты езжу на машине, поэтому вес меня не смущает. Следующий пункт – это резиновая надувная лодка. Тоже, естественно, не буду сейчас ее раскладывать. Кому интересно, лодку я использую. Выглядит она вот так вот в собранном состоянии. Модель C-HAUK 2. Покупалась она что-то порядка полутора тысяч. Зарекомендовала себя очень неплохо. Вот совсем недавно она нам помогла попасть в один достаточно интересный объект, который был затоплен выше пояса. И поскольку у нас была у всех троих участников этого путешествия была драна и заброды, то лодка нас очень даже выручила. Но это далеко не единственный вариант, когда лодка приходится очень кстати. Совершенно не лишняя каска. Очень часто приходится слышать отзывы от других лазающих товарищей. Зачем тебе каска и так далее. Меня пока она не скажу, чтобы спасала от того, что мне что-то падало на голову. Мне повезло, пока ничего на голову не прилетало. Но башкой бился я неоднократно. Особенно в низких коллекторах и в каменоломнях башкой у потолок коллектора прикладывался неоднократно. И каска в этом плане очень здорово выручает. Ну и, наверное, все вы обращали внимание на то, что когда я посещаю различные подземные гидротехнические объекты, я стараюсь одеваться в форму рабочего, в монтерскую одежду. Тоже иногда очень помогает с точки зрения, что когда ты, предположим, где-то в центре города дергаешь не один десяток люка, пытаясь найти нужный тебе залаз, то как бы прохожие даже на тебя не обращают внимания. В целом, я надеюсь, что я ответил на вопросы многих моих зрителей, многих подписчиков ВКонтакте, которые спрашивали именно по поводу того, какую же снарягу я использую в своих поласках. Если вдруг остались какие-то еще вопросы, добро пожаловать в комментарии. Спасибо всем вам, дорогие зрители, за то, что посмотрели это видео. Всего вам самого наилучшего. Жду ваших лайков или дизлайков, если вдруг вам что-то не понравилось. Оставайтесь с нами на канале, будет еще очень много интересного. Обязательно подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. С вами был Степа Вулф и канал Андерволд. Всем пока!